Маткульт, привет! Миша! Привет! Мишенька вернулся в кавычках, потому что в Болгарии был какой-то этот самый... Я писал некоторый побочный, так сказать, балканский межнар по информатике. Я, конечно, его слил... Второй диплом. У меня у единственного в сборной России серебряная медали, у всех остальных золотая, там 4 человека. Но это не важно. Бывает, бывает. Все фигня. Нормально, да. Все отлично, да. Задача про кролика. Кролик. Кролик. Кролик записал ролик. У безумного шляпника есть его кролик, белый кролик. Он потерялся и стоит где-то на полоске клеток 1 на N. А число от полоски длины N. И он где-то на ней стоит. За один ход шляпник может тыкнуть в какую-то клетку и пытаться найти там кролика. Если он попал, то все, он его нашел, игра завершается. Зарежу и съел. Да. Если же он его не поймал, то есть он стоит в другой клетке, то происходит одно из двух действий. Кролик, он может быть каким? Он может быть испуганным. Испуганный. И может быть любопытным. Любопытный. Но я делаю вид. На самом деле, эту задачу я знаю. И даже устно многие идеи воспроизвел, когда узнал. Мы ее обсуждали, на самом деле. Испуганный убегает на одну клетку. Значит, испуганный всегда убегает от места, куда тыкнул кролик. Но если он не может убежать, стоит в крайней клетке, то он остается там. Забивается в угол. А любопытный кролик, наоборот. Он бежит к этой клетке. В частности, если он стоит вот здесь, он может в нее попасть, но мы его уже не обнаружили. Уже все. Тыкнули один раз. Вопрос. Точнее, задача. Найти кролика за внимание, если на 100 баллов думать. Значит, да, я не сказал. Сначала у кролика идет S шагов. Значит, он S шагов испуганный, потом C шагов любопытный. Потом снова S шагов испуганный, C любопытный. S испуганный, C любопытный. Идет такой период S плюс C. И он вот так сначала первый S испуганный, потом следующий C любопытный. Ну и вот так повторяется. Значит, нам нужно за N умножить на S плюс C делить на S плюс 2 максимума из S и C. Да еще плюс 3 максимума из S и C. Это если мы хотим решить на 100 баллов. Там можно было под задачи, понятно, набирать. Найти кролика. Вот такое вот. Ну, например, если он... Есть под задачи, понятно. Да, если он... Первая под задача... Это он S. Значит, если S 0, а C 1. То есть он всегда... Что это значит? Это значит, что он всегда любопытный, потому что он сначала 0 шагов испуганный, потом 1 шаг... Это курьёс, да? Это курьёс по-английски? Это английская задача? Курьёс? А S это... Да, понятно, английская. А вот как страх по-английски, интересно? Portrait? Ну, тогда S, да? Стрэст. А, стрэст, наверное, курьёс. Да. Любопытный и стрессованный такой. Да. Забитый. Это значит, что он всегда любопытный. Да. Тогда если мы посмотрим на эту формулу, мы поймем, что нужно его найти за N пополам шагов. Ну, еще плюс какая-то константа. Да. Как же это сделать, спросите вы? За N пополам найти любопытного кролика. Да. Ну, собственно, решайте задачу. Решайте, да. Я её... Вот. Я её решил за N пополам, да, по-моему? Да. Потому что это очень сложно. Я её решил. Сейчас. Ну, я тыкал всё время в середину, и всё. Как же это сделать, спросите у меня? Он ко мне прибежал, я его взял за уши. Да. Потому что он просто из любой клетки прибежит сюда за N пополам шагов. Отлично. Вы набрали, поздравляю вас. 10 баллов, да? 8 баллов. 8 баллов. Так. Следующий вопрос. То есть любой неизиот уже получит 8 баллов. Я срадую один. Ну, не совсем. Он может быть занят другой задачей, и на это у него не останется времени. Тем более, 8 баллов всё-таки не так. Так. Стриманутый. Да. Это значит, что он всегда убегает. Стриманутый кролик, нужно его отхватить. Если посмотреть на эту формулу, то мы поймем, что его нужно ловить уже за N на 3. Да. Шагов. За N на 3. Да. Да. Так. У папы был свой способ. Да. Я поймал его так. Ну, думайте, думайте. Да. Я его поймал так. Я бахнул сюда. Потом сюда. Ты наоборот это делал. Что? Нет, наоборот это делал. А. Значит. Короче, папа бахнул в две центральные клетки. Сюда, потом сюда. Помните? Сейчас. Да, я вспомню. Сейчас. Вот так плохо работает. А. Он испуганный. Он всегда убегает. Всё, всё, всё. Глупость, я говорю. Это другая. Это эссе равна единице. Всё, всё, всё. Значит, я сделал так. Я бахнул в две клетки. Спойлеры. Ой, да. Илон у меня начал от меня улепётывать, да? Он от меня начал улепётывать. Я сюда, он сюда. Значит, где бы он ни был, он на две сбежал. Да. Значит, можно через две пропустить. Значит, он тыкал. Значит, папа тыкает сюда. Потом сюда. Ну да. То есть, я тыкаю через... Короче, вот такими прыжками идёт. Через три я... У меня больше, более интуитивный способ. Что я сделал? Я взял, тыкнул в N на три. Ну, два N на три, если быть точным. Да. А потом тыкал каждый раз через один. Значит, почему это работает? Допустим, кролик вот здесь. Тогда он каждый ход вот этот. Если он здесь, то мы его поймали. А если он здесь, то он передвинулся на один сюда. Значит, тут он быть не может, и мы его ловим уже здесь. Потом то же самое вот сюда идём. И так мы доходим до конца. А потом хватаем его за уже. Это у нас требует N на три шагов. А если он был здесь, то он успел дойти до вот этого конца отсюда. И мы его... И мы проверяем эту клетку и выигрываем. Да. Это давало ещё 12 баллов. Да. Тоже халявно. Так, набрали 20. А вот дальше уже затравка к полному решению идёт. Значит, следующая подзадача ещё на 8 баллов. Это S равно C равно 1. То есть он чередуется. То такой, то сякой. То такой он, то сякой. Например, если тыкать всё время в одну и ту же клетку, то он будет оставаться на месте. Да, он будет, асценирует. Осценирующий кролик. Да. Как интересно. А-а-а! Как интересно. А-а-а! Так. Значит, что же делать? Я вспоминаю, да? Я что сделал? А, я фигачил по краям, правильно? Да. То есть бах и бах, от этого он где бы он ни был… Значит, что делает папа, короче, давай я скажу. Значит, первый он испуган, и он фигачит сюда, и замечаем, что он теперь не может стоять ни вот здесь, ни вот здесь. У него остается вот такой отрезок. Да. Теперь папа фигачит сюда, и он любопытный. Значит, он идет вот сюда, и вот этой клетке он теперь тоже стоять не может. Тоже нету, да. А теперь папа фигачит вот в эту клетку оставшуюся. Да. И он зачаркивает разом вот эти две клетки. Да. Потом он сам фигачит сюда. И значит, заметим, что… Край, да, все время в край просто фигачит и все. Да. Как бы вот сюда, сюда, сюда. Да. И замечаем, что мы за два хода убиваем три клетки, как бы. Да. Значит, нам потребуется два аннатных ходов. Но, если мы посмотрим на эту формулу, нам столько и нужно. Да. Отлично. И это уже страх от полного решения. Почему? Да, мы знаем, когда он такой, когда такой, надо понимать. Понятно. Вот. Ну, давай замечим такую вещь. Пусть кролик любопытный. Да. И у нас есть какой-то подотрезок значений, где он может быть. Так. Вот у нас есть весь массив и подотрезок значений. Если мы тыкаем любопытного кролика внутрь этого подотрезка, то этот отрезок схлопывается вот сюда. Да. Да. Значит, почему это происходит? Вот в этой клетке он уже быть не может, потому что он отсюда переместился сюда. И в этой тоже. Да. Ну, точнее, не совсем так. Ну, точнее, мы знаем, что раз это подотрезок, значит, вот здесь он быть не мог. Значит, вот сюда он тоже не придет. Ну, да, да, да. Ну, потому что у нас как бы все его подотрезки значений делятся так. Ну, да, получается так, да. И они разделены вот этими как бы промежутками, буферами. Значит, мы убили две клетки. Вот. Это уже хорошо. А все остальные отрезки, они параллельно вдвигаются к нему. Вот. Это тоже понятно. Ну, просто. Ну, у нас просто вот эта клетка умерла, а вот в эту клетку мы пришли. Вот. Значит, когда мы вытыкаиваем вот так внутрь, мы убиваем две клетки за раз. Теперь посмотрим на испуганного кролика. Пусть у нас есть все подотрезки. Рассмотрим все подотрезки. Заметим, что если мы тыкнули в какую-то клетку внутри, у нас вот в этой клетке он быть не может и вот в этих двух он быть не может. Но, при этом, вот в этих двух он уже быть может. Потому что, мы как бы от сюда пошли, сюда, отсюда, сюда. Мы как бы разрезали подотрезок на два. Разрезали, да. И мы как бы убили одну клетку. Это мало. Но, но, внимание. Допустим, какой-то подотрезок утыкается в границу. Тогда, после того, как мы тыкнули сюда, он должен был параллельно двинуться вот сюда на один. И он как бы становится вот таким. Но сюда он сдвинуться не может. Значит, вот эта клетка у него уходит. Когда он боится, он здесь прижимается. И с этой стороны то же самое. Значит, если он, если тут у нас два отрезка на границе, то мы убиваем сразу три клетки за ход. И это очень хорошо. Ну и несложно понять, что на самом деле у нас, если мы убиваем две клетки на ход, мы получаем вот эту оценку. А три клетки на ход вот эту. Вот. Ну а теперь просто попробуем смоделировать промежуточную стратегию. Значит, что мы будем делать? Давайте, соответственно, допустим, ну там на самом деле есть два случая. Я сейчас их не очень аккуратно буду разбирать. Но в целом суть понятна. Когда S больше, S меньше. Суть понятна, да. Суть понятна. То есть этим ударом-то две, этим три. Получается как раз. Соответственно, да. Если, допустим, у нас есть один подотрезок большой. И мы, соответственно, если кролик любопытный, мы будем тыкать к нему в середину и снистошать два с краев. А если кролик испуганный, мы будем тыкать ему как бы вот сюда. Ну, короче, изначально у нас весь отрезок вот такой, и у него конец упирается сюда. Кроника. Неважно. Значит, мы будем тыкать справа в правую точку, как папа и предлагал. И у нас будут защеркивать сразу вот эти два, а вот здесь конденсация не прилетает. Потом мы тыкаем сюда, и как бы конец отходит сюда. Но потом, если мы тыкнули еще несколько раз испуганно, он снова приходит сюда и начинает убивать уже подавно. Ну, примерно понятно. Примерно понятно. И, как бы, короче, тут такая формула, что этот гладкий переход, он работает, на самом деле. То есть… С и С, как бы, ну, на самом деле… Ну, это, соответственно, когда С больше, чем С. Считается, что они сильно меньше n, наверное, да, по логике? Нет, это не важно вообще. Не обязательно. Потому что мы умножаем на С плюс С. Ну, в принципе, да. У нас вообще сокращается. Да. С плюс С, на самом деле. Ну, примеры, да. Вот. Ну, естественно, это если С больше, чем С. Если С меньше, чем С, то мы делаем, как бы, ну, похожую штуку. У нас есть два отрезка, которые будут смотреть вот сюда. Вот. Мы в среднем будем делать так, что, как бы, вот этот у нас схлопывается, когда С все равно минус 2. А когда он не схлопывается, то, ну, как бы, они будут с двух сторон убиваться. Мы можем тыкать, например, вот эту клетку, тогда она зачеркивается, и вот с этих двух сторон зачеркивается по одной. Ну, короче… В общем, я предлагаю додумать до конца. Идея, как бы, ясна. Тут мне очень понятно, как объяснять. Идея, ясна, в принципе, при 1-0-0-1-1-1-1-1 все понятно. Да. А при этой все равно, ну, как бы, человек, сам не решивший ее, ну, понять, ну, как бы, вот это рассуждение, может, только сам его проведя. В принципе, все идеи уже есть. Да, вот. Ну, вот эту формулу, не буду доказывать, почему она работает, она просто сработала у меня. Ну, задача отличная, да. Задача красивая. Задача хорошая. Вот. Ну, что же, друзья, всем матку. Ну, жалко, что таких, как бы, была еще одна хорошая про передачу информации. Ну, и про Мехс в целом нормально, но 3 прямо… Удача. Дерьма. Вот. Ну, ничего, Олимпиад полно, да. Коды форсов есть. Давай, Ниша, удачи! Маткует привет! Мехс с гроссмейстером. О, гроссмейстером. Круто, круто! О, поздравляем! Продолжение следует...